Чернокнижники Хаоса В полусражении даже самый осторожный псайкер может превзойти предел своих способностей и вместо того, чтобы ужаснуться учиненной им резней, получит от нее запретное удовольствие. Такие эмоции являются первым шагом на пути к безграничному злу. С этого момента псайкер будет слышать сладостные нашептывания, а во сне его будут посещать видения бессмертия. Те, кто поддался искушению, становятся чернокнижниками, способными управлять разрушительной энергией темных богов. Ощущая себя избранными, чернокнижники вынуждены постоянно расширять свои знания и влияния. Более не сковываемые слепой преданностью богу-труппу Империума, они становятся гораздо бесчеловечнее и безжалостнее, нежели их последователи. Одни реализуют свои амбиции, становясь хладнокровными предводителями, изливающими свою ненависть во Вселенную. Другие служат советниками Прелорда Хаоса, искусно манипулируя последними под иллюзии рабской преданности. Известны и те, кто бродит по скрытым тропам Вселенной, изучая секреты древних, дабы они помогли им ввергнуть галактику в объятия Хаоса. Независимо от своих целей, все чернокнижники испытывают садистское наслаждение от долгой войны. Достаточно оказать чернокнижнику малейшее сопротивление, как тот моментально высвободит завывающие ветра Империума. На поле боя их злоба обретает физическое воплощение, раскаленные черепа обрушиваются с небес, терзая души всех, кто оказался поблизости, и люди превращаются в чудовищ. Однако даже среди настолько могущественных воителей выделяются те, кто своими деяниями затмевает остальных, как, например, Азек Ариман, непосредственный виновник ужасной катастрофы, постигший весь Легион Тысячи Сынов. Или Гитмор Обманщик, создатель культа Конца Света, который повинен в уничтожении населения на всех обитаемых планетах в системе Коралис. Но прежде чем вы узнаете о, возможно, наиболее важном для истории мрачного далекого будущего чернокнижнике, я хочу обратить ваше внимание на не менее мрачную Raid Shadow Legends, RPG в сеттинге темного фэнтези. Игра доступна как на ПК, так и на мобильных устройствах одновременно, и полностью поддерживает кроссплатформу. То есть нет никакой разницы, заходите ли вы на свой аккаунт с компьютера или с телефона. Кстати, если вы относитесь к жертвоприношениям с той же долей прагматизма, что и чернокнижники Хаоса, то вам понравится интересная механика, когда вы жертвуете одного из доступных вам чемпионов для прокачки другого. Переходите по ссылке в описании и получите 50 тысяч серебряных монет и эпического чемпиона в качестве бонуса для новых игроков. И помните, те, кто игнорирует благословление богов Хаоса, обречены на вечные страдания в их руках. Искандар Хаион, лорд-чернокнижник Легиона Тысячи Сынов, предводитель банды Кашир Хан, позже член Азикариона, элитного братства Черного Легиона, один из доверенных лейтенантов Абадона Разорителя. Его прозвали Низбергнувшим Короля, потому что Искандар – единственный колдун, который когда-либо побеждал демонического примарха Магнуса Красного. В настоящее время Хаион остается пленником Инквизиции, которой он добровольно сдался в рамках планов Абадона по 13-му Черному Крестовому Походу. Хаион родился на Просперо и был принят в Легион Тысячи Сынов в раннем возрасте. Он был одаренным псайкером, его сила была заметна уже в детстве. В юности его сестра Идзара Хаион стала жертвой нападения Психнойнона, редко встречающегося инсектоида, напоминающего осу, и атакующего слабых, раненых или молодых псайкеров с целью отложить яйца в их телах. Не в силах спасти ее, Искандар передал Идзару Механикум для их проекта Аномнезис. Они пытались создать форму искусственного интеллекта путем слияния человеческого разума и духа машины, чтобы избежать запрета Механикум на создание изуверского интеллекта. Все предыдущие попытки заканчивались неудачей, но слияние Идзара с машиной оказалось успешным, и позже она будет служить духом машины корабля Хаиона Тлалок, и в конечном итоге станет известна как Ультио, дух машины флагмана Черного Легиона, дух мщения. Во время Великого Грестового Похода Хаион служил в 548-м экспедиционном флоте. Во время приведения Мира Варая к Согласию, колдун чудом выжил после того, как сбили его десантную капсулу. Хаион участвовал в битве за Просперо, где он победил воина космических волков Иярика Огнерожденного и забрал его силовой топор Саэрн, который хорошо служил ему в последующие века. Будучи серьезно раненым в схватке с Ияриком, Хаион вновь пережил предсмертный опыт, когда фенрессийский волк был близок к тому, чтобы разорвать его на части. Искандер спасся, но потерял своего духохранителя Гира, который овладел волком и убил его, приняв его форму. После сражения Хаион не смог сбежать с Магнусом на планету Чернокнижников и скитался по поверхности Просперо, пока не был найден Леорвином Укресом из Пожирателей Миров. Леорвин оказался в отряде капитана Кхарна, который пришел на Просперо в попытке найти средства избавиться от имплантов, погружавших его все глубже в безумие. Но их попытка ни к чему не привела, и Кхарн отказался от этой затеи. Позже Хаион добрался до планеты Чернокнижников и противостоял Ариману. Главный библиарий, уверенный в том, что нашел средства спасти Легион от мутаций, собрался начать рискованный ритуал, в будущем известный как Рубрика Аримана. Хаион не смог прервать заклинания, и Рубрика была проведена. После этого он покинул планету Чернокнижников на своем корабле Тлалок, вместе с братом Ашуркаем и обращенными Рубрикой Мехари и Джидором. Вместе они сформировали ядро того, что стало варбандой Каширхан. Хаион не доверяет космодесантникам детей Императора после того, как они бросили тысячу сынов во время битвы за Терру, оставив их без подкреплений. В частности, 51-й роте и ее капитану Лиросу. В течение многих лет после поражения Хоруса на Терре, Хаион провел большую часть своего времени в качестве воина по найму. Компенсацией за его услуги были либо боевые автоматоны, которые использовались для защиты его звездолета, либо ценные знания. Хаион провел шесть лет, сражаясь за отряд Повелителей Ночи, во главе с воином Дхарлет Рулом, в обмен на карту частей паутины. В те годы Хаион столкнулся и подружился с бичевателем Друхари по имени Нефертари, связав ее душу с плотью после того, как она получила смертельные ранения от рук высшего демона Зарекинеля. Сама Нефертари не обращала внимания на этот факт, однако никогда не знала, что ее душа теперь навсегда привязана к ее мертвому телу. Спустя время Хаион ответил на вызов своего старого друга Фалька Кибри из Юстаирианцев, который попросил помощи в поисках потерянного флагмана сынов Хоруса Духомщения. После падения крепости 16-го Легиона, Луперкалиоса и кражи останков Хоруса детьми Императора, нахождение потерянного флагмана казалось последней надеждой искупить честь Легиона оставшимся воинам. Понимая угрозу того, что дети Императора смогут клонировать примарха, Хаион согласился помочь Фальку вернуть флагман и нанести удар по базе Детей Императора в граду песнопений, где хранились останки Хоруса после их кражи. Они объединили свои силы с капитаном Леорвином Угрисом из Пожирателей Миров, но встреча была прервана прибытием кораблей Детей Императора, и те потребовали капитуляции Фалька. Завязалась небольшая схватка, в ходе которой были уничтожены как корабли Пожирателей Миров, так и Сынов Хоруса. В результате Леорвин и некоторые из его выживших Пожирателей Миров сбежали с Хаионом на борту Тлалока, вместе с захваченным космодесантником Детей Императора, мастером меча Телемахоном Лиросом. Хаион и его отряд позже воссоединятся с Фальком и его людьми, которые пережили битву, но стали одержимыми. Позднее им удалось найти дух мщения, вместе с его капитаном и Эзекилем Абаддоном. Целеуказатель тут же наложился на новоприбывшего, вышедшего из-за поворота на перекрестке перед нами. На нем была надета потрепанная и выцветшая броня, разные части которой были сняты с воинов всех девяти легионов, а длинные, неопрятные, испутанные волосы свисали на лицо, наполовину скрывая его черты. Даже на таком расстоянии я видел в его глазах золото. Неестественное, нечеловеческое золото, придававшее радужкам металлический оттенок. В руках у него был болтер, такой же простой и побитый, как и его боевой доспех. Он не целился, держал оружие опущенным, расслабив руки. Затрещал бокс. Системы его доспеха автоматически настраивались на наш общий канал. Кто ты? Назови себя. Когда-то я присутствовал на тысячах гололитов по всему Империуму, а теперь ты говоришь мне, что меня не узнают даже воины легиона со Стартос? Наше ответное молчание вызвало у него мрачный, низкий смешок. Как же пари манучие. Добавил он. Воин провел закованными в броню пальцами по гриве грязных волос, открывая рябоя, бледное лицо, не поддававшееся никаким попыткам определить возраст. Ему могло быть 30 лет, или же 3000. Сеть старых порезов и отметин рубцов от ожогов поверх его черт говорила о войне. Битва оставила на нем свою метку, пусть даже этого не удалось сделать времени. За нами, не мигая, наблюдали глаза нездорового, блестящего золотистого оттенка. В них мерцало веселье, придававшее холодному металлическому взгляду тепла. И вот так я его и узнал. Он больше не носил огромной черной боевой брони юстаерианцев, а волосы не были увязаны в церемониальный узел подземных рабочих бригад Хтонии. Он был пустой тенью непобедимого воителя, который некогда украшал собой победные гололиты и пропагандистские передачи Империума. Но я узнал его в тот же самый миг, как он встретился со мной глазами и разделил его сухое, резкое веселье. Мне уже доводилось видеть этот взгляд. Я видел это выражение лица Нотеррия, когда вокруг нас пылал дворец. Мы безмолвно глядели на него, а он смотрел на нас троих. Патовую ситуацию нарушил Леор, сделавший это совершенно недипломатично. Просто оружие, капитан Абадон, мы пришли забрать твой корабль. Отряд, который вскоре станет самым первым формированием Черного Легиона, ударил по граду Песнопений, успешно уничтожив большую его часть. Впоследствии воины высадились на судно детей Императора Прекрасный, где они обнаружили, что Фабию Байлу удалось клонировать Хоруса. В борьбе с воскрешенным примархом погибли и демоническая волчица Гира и Нефертари. В том бою Хорус использовал свою знаменитую булаву «Сокрушитель миров». Именно она разрушила боевой топор Искандара Саэрн. Бой закончился только тогда, когда Абадону удалось убить клона, по иронии судьбы нанеся смертельный удар когтем Хоруса, в прошлом принадлежавшем самому примарху. После этих событий Искандар Хайон долгое время исполнял роль клинка Абадона. И хотя ему не удалось убить Даровика, чемпиона гвардии смерти, соперничавшего с Абадоном за титул воителя, именно Хайон смог найти и доставить сумасшедшую пророчицу Мариану, которая вдохновила нового воителя Хаоса на первый Черный Крестовый Поход, в ходе которого Абадон заполучил в свои руки древний демонический меч Дракниен. Однако соперничество между Абадоном и Даровиком продолжилось, и вскоре они встретились на мертвом искусственном мире Тайлшара. Оба претендента пришли в окружение своей свиты, и Даровик предложил устроить дуэль между своими чемпионами, что было общепринятой традицией при встрече двух лордов Хаоса. Абадон согласился и выставил на бой Искандара Хайона, в то время как со стороны Даровика выступил Железный Воин Ульрих. Даровик злорадствовал. Пока шла дуэль, он в открытую издевался над новым Черным Легионом, рассказывая о том, как раз за разом вторгался на их планеты и полностью вырезал их защитников. В ярости Хайон набросился на Ульриха и несколькими безумными по силе ударами одержал победу в дуэли. Однако Искандар не убил Железного Война. Вместо этого он предложил тому место в Черном Легионе, но прежде чем Ульрих смог ответить, Даровик обезглавил космодесантника. Возмущенный этим поступком Хайон напал на Лорда Хаоса, однако не смог нанести ни одного удара. Даровик полностью подчинил себе волю Чернокнижника, и тот встал перед ним на колени. Смеясь, Нурглит рассказал Хайону, что он однажды уже одержал верх над Чернокнижником. В битве придрол Хейри. И прежде чем стереть колдуну память об этом сражении, он прочно связал его разум со своим. Конфликт между двумя лордами все больше набирал обороты, однако в этот самый момент в ситуацию вмешался призрак Варпа по имени Саронос. Призрак предложил лордам сделку. Он выведет корабли одного из них из Ока Ужаса, но потребует кое-что взамен. Сделку выиграл Абадон. Несмотря на то, что Даровик предлагал призраку свои корабли, рабов и многие другие вещи, предложение о Сквернителе понравилось Сароносу гораздо больше, ведь тот просто сказал, что призрак может забрать все, что ему будет нужно. Однако, несмотря на эту неудачу, Даровик все еще поддерживал свою связь с колдуном и с ее помощью смог вывести свои корабли из Ока Ужаса. Пройдя к Адианским Вратам, гвардейц смерти увидел, что силы Черного Легиона схлестнулись в схватке с кораблями Ордена Черных Хромовников. Решив воспользоваться положением своего соперника, Даровик обрушился на Черный Легион со всей своей яростью, и оказавшемуся в ловушке между двумя флотами, Хайону не оставалось ничего, кроме как отдать приказ на прорыв блокады Черных Хромовников и бежать в Варп. Сам Чернокнижник в этот момент находился на духе Мщения и атаковал флагман Даровика, рассчитывая на то, что Лорд Хаоса решит лично возглавить абордаж главного корабля Черного Легиона. Расчет оправдался, и Хайон лично встретил Даровика. Завязалась дуэль, в ходе которой Нурглит вновь попытался подчинить себе волю Чернокнижника, но безуспешно. Искандар вынес урок из предыдущей встречи и на этот раз был готов. Не способный более контролировать колдуна, Нурглит оказался ровно настолько же не способен и противостоять ему в дуэли. Хайон обезглавил Даровика и навсегда положил конец его притязаниям на титул воителя. Позднее, в ходе Первого Черного Крестового Похода, Искандар Хайон отправился на планету Палис-2. Причиной стал сигнал бедствия Тысячи Сынов. Поверхность Палиса была испепелена ядерными бомбардировками еще в ходе Ереси Хоруса, и как следовало ожидать, сигнал оказался ловушкой. Вместо нуждающихся в эвакуации легионеров, колдуна встретили пятеро серых рыцарей. Однако даже их сил не хватило на то, чтобы уничтожить Чернокнижника. Искандар убил всех. Кроме одного. Ведь он нуждался в информации о новой угрозе. Получив все, что нужно, колдун покинул планету. А выживший серый рыцарь по имени Авель Сартас еще долго будет преследовать Чернокнижника в ранге Грандмастера Третьего Братства. В последние дни 41-го тысячелетия Искандар Хайон сдался Инквизиции. Чтобы рассказать им свою историю, ослепленный, скованный и лишенный своих псайкерских сил, он был призван стать вестником Багрового Пути, 13-го Черного Крестового Похода Абаддона. И он был уверен, что ничто из того, что он расскажет Инквизиторам, не сможет помочь им изменить судьбу Империума.